привет друзья я все еще в грузии как вы видите сегодня 16 февраля и сейчас я объясню почему итак здравствуйте друзья здесь демитков юрий ну смотрите я приехал в грузию чтобы встретиться с дочерью 31 уехали мы 31 декабря января и вот уже практически третья неделя как мы здесь дочь уже уехала у дочери были каникулы ну а я здесь решил открыть счет там но и для нее тоже счет для того чтобы помогать ей переводить деньги значит туда в чехию и когда мы открывали счет я увидел одного молодого человека который открывал тоже счет и он открывал счет для бизнеса в тбц банке и ну это было уже на третий день я к нему подошел говорю извините вот расскажите как что вот он говорит ну я здесь открыл и п и решил открыть счет для бизнеса в тбц банке ну все бы ничего я я у него спросил как он это сделал он мне объяснил я по его контакту на следующий день пошел в компанию значит там договорился заключили договор и это было в пятницу на самом деле вот или в пятницу я уже не помню заключили договор короче говоря на вот они должны были помочь мне открыть фирму здесь зарегистрироваться ну зачем мне это надо но смотрите есть ряд сервисов например которые невозможно платить из россии потому что ну вы знаете россия под санкциями а если я имею и н н если я имею счет в банке в грузинском то я могу совершенно спокойно платить за эти сервисы с одной стороны с другой стороны я могу получать деньги из-за рубежа на свой бизнес и то есть там продажа курсов и так далее вы знаете все это вот поэтому я решил все это сделать и надо сказать что в грузии это достаточно быстро открывать я уже говорил по моему видео на следующий день уже бизнес был зарегистрирован но он был зарегистрирован просто как бизнес это и н н и все нужно было еще получить льготный режим налогообложения то есть один процент от оборота это сильно лучше чем в россии и соответственно значит был запрос эта фирма послала за меня запрос туда и еще на следующий день вот был одобрен льготный режим налогообложения для и п и поэтому значит вот один процент с оборота что дальше а вот дальше самое интересное начинается а дальше я ну как если есть бизнес значит надо открыть счет для бизнеса уже и эта же фирма повела меня в тбц банк ну тот самый офиса которого грубо говоря у окошечка которого я встретил эту молодого человека вот и там все круто все значит там заполняем анкету все хорошо значит там счет паспорт и так далее все рассказываю далее значит процедура здесь ну в грузии по крайней мере комплаенсы работает по полной то есть это заявление отдается в службу комплаенса это значит ну проверяют там можно открыть счет или нет человеку и короче говоря ну там девушка сказала завтра должны позвонить ну может быть завтра не позвонят до в четверг это было значит может быть не позвонят в принципе они три дня берут на это дело вот и ну до трех дней но в принципе вот молодой человек говорил что на следующий день позвонили короче говоря короче говоря мы остались еще воскресенье должна была дочь улетать она улетела воскресенье ну а мы остались ждать в понедельник не позвонили не в пятницу не в понедельник но суббота воскресенье естественно пролетает мимо вторник тоже не звонят я уже начинаю беспокоиться звоню этой тетеньке менеджером говорю ну что то не звонят она вот ну я там постараюсь ускорить все бесполезно на самом деле дальше я что думаю блин ну чё делать-то пойду банков джорджи где у меня уже открыт персональный счет вот ну просто личный пошел туда банков джорджи заполнил те же документы взял 50 лари и короче говоря тоже compliance по новой хотя счет уже открыт вроде ничего такого вот никаких там криптовалют у меня нет вот запросил документы какие-то дополнительные я им воскресенье выслал эти документы в понедельник уже пришел отказ это уже еще неделя вот началась дальше а дальше я значит начал думать а как же мне деньги здесь получить уже ну как бы мне нужны деньги здесь и надо в чехию отправлять детям надо как-то прогнать вот эту схему как я буду в чехию отправлять деньги я стал узнавать и выяснил что скажем переводы с корона золотой короны можно получать не только наличными и но и на счет в банке причем в банке скажем тбц банк говорит что нельзя банков джорджи говорит нельзя хотя есть такая функция но я пробовал сколько он отказ и все вот а да и вообще безвыходное положение тбц не звонит мне и я выяснил что оказывается можно в кредо банке и мы решили пойти еще и в кредо банк с женой вот приходим кредо банк и что вы думаете вот банки какие разные в кредо кредо банк от небольшой банк насколько я понимаю потому что здесь офисов совсем мало мы шли полгорода наверное вот мы пешком ходим и в кредо банк очередь ну такая там четыре человека передо мной все русские все открывать счета вот и короче говоря в течение получаса счет открывается вот ну то есть на каждого человека по полчаса мы там больше часа точно провели но значит заполнили документы никаких документов не потребовали больше значит только паспорт и все значит они там запросили тот же ответ тут же говорят вон туда деньги положили значит там новости на счет чтобы открытие счета стоит там какие-то там те же самые 50 лари и еще 65 лари за выпуск карты вот и всего собственно говоря они говорят за картой придешь попозже в пятницу в пятнице будет завтра уже и ну что я выяснил выяснил что да действительно кредо банк позволяет получать деньги золотой короны внутри грузии переводы бесплатные то есть я из кредо банка перевожу в банков джорджия дочери я передал свою карточку вот они снимают там в чехии совершенно спокойно деньги это все прогнал уже дальше что я выяснил дальше я выяснил что в кредо банке можно открыть виртуальную карту с они мою карту банков джорджио увезли вот я подключил google пей все здесь работает google пей все хорошо вот ну жду карточку кредо банка потом значит я думаю а что если здесь если здесь виртуальная карта кредо банка оказывается есть я виртуальную карту уже выпустил кредо банка подсоединил ее ну здесь ситуация такая виртуальная карта она отдельный счет по и пол появляется ее надо пополнять основного в принципе это хорошо потому что это безопасно ну вот и я подключил эту виртуальную карту google пей тоже сейчас все хорошо с этим делом вот переводы по грузии между банками бесплатные как я уже сказал а вот зачисление денег на счет в кредо банке там комиссии берется золотой короны и union пей то же самое здесь доступен тоже можно получать какие сложности возникли с переводами денег но смотрите золотая корона дает лимиты 10 тысяч долларов в месяц на переводы то есть с одного человека ну то есть вот так вот такое ограничение в принципе это такое ну разумное ограничение сказать если там я буду переводить жена и сын то мы можем 30 тысяч долларов переводить то есть здесь ограничений нет но дальше значит зачисление денег на счет в кредо банки тут комиссия тоже берется и сейчас вот сегодня и вчера взять носился в чехии по разным банкоматом оценивал какие комиссии где выгоднее брать или не выгоднее в каких банкоматах но есть какая-то информация в каких банкоматах выгоднее всего судя по всему это райфайзенбанк вот и ну то там просто они наличными снимают деньги как вы понимаете и все и вот сегодня я значит ну перевел очередную партию значит денег через золотую корону выясняется что еще одно ограничение что скажем золотая корона когда я делаю перевод через золотую корону то это онлайн перевод целиком золотая корона списывает деньги с карты какого-то банка какого банка я указываю какой банк я указывал банк тиньков и но выясняется что в банке тиньков ну и вообще в других банках в любых это операция рассматривается как снятие наличных в чужом банкомате у тинькова ограничение 150 тысяч рублей в месяц на значит соответственно такие операции то есть соответственно я тут же вылетел за этот лимит и было печально очень сказать тиньков начал брать комиссию но через жену ну то есть короче говоря я жена и сын то вот уже 450 тысяч это заметно меньше чем 30 тысяч долларов в месяц можно перевести вот такое ограничение неожиданное совершенно появилась в россии вот а что еще могу сказать да и сегодня я получил вот еще раз там перевод золотую через золотую корону значит наличными потому что ну я не хочу зачислять их онлайне на кредо банк а пошел ножками значит наличными понес кредо банк там зачисление на счет без комиссии идет и когда я запихивал эти деньги в терминал тбц банка а там надо сказать по одной купюре надо засовывать вот наконец позвонил тбц банк служба комплаенс здравствуйте ребята больше недели прошло и сейчас они кажется мне ну одобрит или не одобрит я не знаю но сидеть здесь еще столько же я не хочу вот ну менеджер сказала что наверное можно в течение дня цель как бы в пятницу вечером оформить карту я уже хотел завтра уезжать если честно вот но посмотрим что будет вот сегодня день как вы видите хороший солнышко светит я надеюсь что и перевал открыт будет и все прочее потому что вчера я смотрел перевал там ну не закрыт но завален снегом там есть проблемы с пересечением границ там лавина опасно и так далее там достаточно высоко подниматься приходится ох не знаю что будет посмотрим очень надеюсь что завтра все таки удастся мне уехать домой кирилл который был с нами вот ну сколько он пробыл тут две недели пропустил значит учебы мы за это время на выходных съездили его отвезли в минеральные воды посадили на самолет уже отправили он дома сидит там скучает воет от скуки короче говоря с кошкой вместе вот ну вот такая информация поставьте пожалуйста лайк напишите что вы думаете какие то вопросы если есть задавайте я постараюсь ответить зачем это мне надо ну как зачем для того чтобы во первых были возможности получать деньги для того чтобы были возможности отправлять деньги но и были возможности путешествовать этих возможности сейчас у меня хоть отбавляю же получается только бы границу не закрыли а это в принципе теоретически возможно потому что вот 21 числа послание путина а до этого он встречается с главами абхазии и южной осетии я очень надеюсь что не присоединят их к россии и граница с грузией будет открыта это очень очень хорошая страна грузия вот и люди очень дружелюбные ну а на сегодня все лайк традиционный подписка и до встречи с вами был демитков юрий ой совсем забыл сказать посмотрите вот там сзади меня бюст такой памятник так это памятник анатолию собчаку как оказалось в тирам проходили мимо здесь и нас встретил грузин один минут 20 на наверно рассказывал изливал буквально душу он учился значит в питере университете тоже юристы и значит там и преподавал у них собчак и рецензию на его диплом он писал и так далее значит там ну короче говоря рассказал всю свою историю буквально вот так что вот такие вот люди здесь они очень дружелюбные очень такие открытые и много таких людей он не один здесь постоянно теперь все